В стенах Института фундаментальной медицины и биологии прошел масштабный семинар для иностранных студентов, посвященный вопросам ВИЧ-инфекции. Его основная задача перевести освещение проблемы конкретного заболевания на совершенно новый уровень, помогая неговорящим на русском коллегам стать частью чего-то большего, чем просто семинар. В процессе лекции студентам рассказали о ВИЧ-инфекции, о путях передачи, о возможных симптомах и способах предотвращения заражения. Сегодняшний день, сегодняшний семинар приурочен к знаменательной, можно сказать, большой дате, Всемирному дню борьбы со СПИДом. Именно поэтому сегодня мы собрали здесь студентов наших коллег из других стран, наших иностранцев дорогих, которые приезжают учиться к нам, то есть за медицинскими знаниями. И попытались собрать студентов от первого курса до шестого, потом немножко посмотрим по количественному соотношению, сколько из них сегодня присутствует. Но, в принципе, отклик оказался достаточно активный, мы этому очень рады. Вероприятие, в нашем понимании, такое, ну, можно сказать, первое в таком формате взаимодействия именно с иностранными студентами. Поэтому посмотрим по обратной связи, думаю, будем работать в этом направлении дальше. Во встрече также принимала участие доцент кафедры внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альфия Олейник, которая ответила на все интересующие вопросы студентов, которые возникли уже после бурного обсуждения. Она также поделилась своим мнением об актуальности проблем ВИЧ-положительных людей на данный момент и подняла вопрос, касающийся отношения общества к людям, страдающим этой болезнью. Частые пренебрежения и страх должны уйти в прошлое и помочь каждому обрести поддержку в глазах окружающих. Надо дать понять людям, во-первых, что это важно, что мы не живем в каком-то мире, где ВИЧ-инфекции нет, хотя, может быть, мы не так часто слышим об этой теме со СМИ, да, это не так популярно, но надо дать людям понять, что мы живем в этой ситуации так или иначе. То есть эпидемия растет, она никуда не девается, мы все имеем с ней дело и надо как-то уметь с ней справляться. То есть надо приобретать какие-то базовые навыки безопасности, самобезопасности, самопрофилактики, для того, чтобы просто жить как бы с охраной в этом мире. Уже после семинара каждый из студентов смог задать анонимный вопрос спикерам и получить на него развернутый ответ. Ведь на данный момент самое страшное – это недопонимание и малая осведомленность жителей страны в вопросах, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД. Он относится к Международному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией. Обычно такие конференции проходят ежегодно для того, чтобы повысить осведомленность о ней и того, что делать, если вас заразили и как избежать заражения. Поэтому мы надеемся, что благодаря нашему стремлению и поддержке образования мы сможем создать будущее, где и ВИЧ положительные и здоровые люди жили вместе в комфортной обстановке. Напомним, что ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Символом этого дня является шелковая красная ленточка, сложенная в виде перевернутой буквы В петелькой, что символизирует борьбу, память о тех, кого унесла болезнь, надежду на изобретение лекарства для полного излечения и солидарность с теми, кто мужественно борется с заболеванием. Сегодня на Универ Новости.